добрый день дорогие друзья сегодня хочу вам показать статуэточки мини статуэточки кжелевские ну и известные вам наши винтажные статуэтки которые все знают у меня правда их немного ну сколько уже есть начну вот с этой известной статуэтки которую вы почти все знаете она распространенная у многих видела слава богу они еще наверное все таки есть продажи но это я наверное года три назад купила на барахолке у нас на элитной про которые я говорю олениха значит кормящая олененка это у нас полонная вот стоит клемма таким образом не очень она конечно видно но видно это полонная вот виде змеи как будто бы но мне напоминает змею почему-то вот такая миленькая композиционная статуэточка начну вот именно с этих которые вы знаете и вот зверёчек то ли это соболь то ли это горностай я слышала по моему про эту статуэтку говорили кажется что это горностай может быть вот такая тоже миленькая и это тоже полонная так ли ему вот стоила на рубль там цены нет по моему не было вот тоже так такое же клеймо первый сорт мало у меня статуэток еще так вот такая собачка миленькая красивенькая тоже покупала на барахолке тоже года три назад но вот эти статуэтки я почти в одно время купила вот тоже стоит какое-то клеймо ну что за клеймо вообще непонятное даже не могу сказать что это вот такой какой-то клеймо стоит а что за клеймо не знаю вот такая красавица у меня есть дама с корзиночкой с цветами тоже покупала на барахолке в то же время можно сказать очень красивая статуэточка но она почему-то без клеймо мне и продавец и продал поэтому подешевле за 800 рублей я по моим покупала а так они вообще все стоили от тысячи и дороже но у нас статуэтки очень дорогие самые дешевые вот в основном 800 но это таких почти нет это вот и за то что клейма не было в основном они стоят две три четыре пять тысяч я видела у нас вообще все дорого откуда у нас в омске заводов никаких фарфоровых никогда не было город был закрытый как я еще раз повторяюсь все привозное все что смогли так ну вот эту плесунью я уже вам показывала это я уже до кучи пока покажу что пришли новые люди которые не видели поэтому заодно решила показать плесунью как кто если у кого память хорошая помнить это дулёва синие клеймо плясунья красивая с люстровым здесь покрытием они все красивые что говорить мне вообще все статуэтки нравятся очень даже я и пластиковые собираю меня их очень много из киндер сюрприза с 90-х годов тоже довольно таки много я все собираю так вот еще одна это тоже я на барахолке покупала это кто у нас мишка наверное это у нас уже гжель пошла здесь вот есть клеймо да гжель не кверх ногами путем не видно вот такой миленький мишка роспись ручная сразу видно абсолютно люблю гжель собираю тоже не так уж много но немножечко есть вот такая миленькая можно сказать кажется мышка ну я так думаю что это мышка а может и не мышка может собачка вот даже сказать не могу ну похоже как то больше на мышку ну сами вы товарищи зрители определите тоже роспись ручная фартучек бантичек ну просто красавица хотя хоть она и мышка куда теперь деваться куда ж денешься хоть мы их терпеть не можем не любим абсолютно за что их как бы любить хотя есть люди которые любят вот такая красивенькая мышечка здесь тоже стоит клеймо ну клеймо такое маленькое путем не видно ну с клеймом я стараюсь покупать с клеймом стараюсь именно спрашиваю продавцов натуральная это гжель или под гжель вот они мне говорят какая натуральная гжель какая не натуральная под гжель идет вот эту совушку миленькую я вам тоже показывала тоже покупала на барахолке года два наверное назад ну думаю тоже покажу заодно ну здесь клеймо нет так как места совсем мало как мне тоже продавцы объяснили где места совсем мало иной раз клеймо не ставят не знаю насколько это правда или нет но покупала тоже на барахолке так дальше пошли вот а это обезьяночка хитрая за голову что-то держится почему-то голова наверное разболелась у обезьянки вот такая миленькая здесь тоже стоит клеймо прямо таки большое клеймо но я думаю что это тоже кжелевское клеймо ну маленькая такая так это у нас миленькая ну я так поняла лошадка наверное вначале то я вообще не могла понять что это за животное я думаю что лошадка что-то я охрипла чуть-чуть много наверное вчера говорила по телефону тоже роспись ручная тоже стоит клеймо то ли кверх ногами то ли правильно держу путем не видно ничего света вообще не хватает хотя и и светильник ключен и большой свет а все равно толку нет на улице очень пасмурно холодина вот такая миленькая лошадочка так это у нас кто ой это у нас котик ой какой красавчик котик какой игривый шустрый играет красота смотрите какая тоже роспись ручная красивая миленький котик и клеймо уже красным значит первый сорт тоже кжель не знаю не знаю путем не видно ну клеймо главное стоит вот такой миленький котяра ой ты какой хорошенький красавчик просто так это у нас кто ой это у нас собачечка малышок наверное такса уши такие похожи на таксу но мордочка не очень похожа ну это же это же игрушечка это же статуэточка но здесь места совсем конечно мало этого выступа почти нет клейма здесь нет но роспись ручная тоже сразу видно розочка гусики такие такая интересная собачечка как будто как в очках смотрится нет наверное это глаза да да это глаза лестницы наверное вот такая милашка малышка а это это у нас гусиха или гусак красавица тоже или красавец ну гусь в общем тоже роспись красивая ручная здесь клейма тоже нет кажется да да клейма здесь тоже нет хорошенький так так а это у нас красавец петушок ой какой он с позолотой еще просто красавец какие глаза большие столько позолотых хвостик такой красивый пушистый и с этой стороны ну вообще ну чем не красавец вообще прелесть петушочек золотой гребешочек масляная головушка и вот тоже стоит клеймо гжель очень люблю гжель ну по возможности помаленьку покупаю с этой пандемии теперь и в город не поеду потому что там все закрыто без qr-кода все равно никуда не пускают ну вакцинироваться пока у меня нет желания буду тихо сидеть у себя здесь вот такой петушочек и вот красавец подсвечник давно хочу показать все никак ой ну не достаю я далеко и прямо место уже теперь заполнилось вот такой красавец подсвечник так может поставить может вот так эти перебивают вот я им пользовалась всегда здесь свечи стояли я их убрала роспись прекрасная ручная с двух сторон вообще прелестный подсвечник мне он очень нравится и здесь даже есть автограф автора вот посмотрим роспись капутина или колутина путем не понять по моему капутина так что вот и прекрасное клеймо стоит жиль кап о нет капитина даже а не капутина капитина молодец очень красиво расписано вообще ручная роспись даже не очень может быть и объемная или там красивая но она все равно красивая прелесть прелестный подсвечник и последнее но это уже не кжели не фарфор я бы забыла в тот раз показать когда сов своих показывала вот такая совушка красавица как я продавец мне сказал что это бронза бронзовая сова это я тоже покупала на барахолке тоже года три тому назад вот такая совушка ну она тяжеленькая довольно таки хоть и маленькая если это правда бронза то так и должно быть ну прелесть конечно статуэтка мне очень нравится вот бронзовая птица как фильм был когда-то вот это бронзовая совушка красавица ну вот друзья пока статуэтки все это уже были самые такие хорошие потом потом как-нибудь покажу еще у меня осталось не так уж и мало но они в основном современные хотя нет тигра у меня есть один вообще винтажный но это по-моему керамика мне кажется покажу еще в следующий раз ну все друзья спасибо всем за внимание всем пока пока